До недавнего времени в определенных, так сказать, кругах, что в России, что за рубежом, бытовало мнение, будто крохотное по сравнению с гигантами, вроде США, Германии или Франции, экономика Кремля не выдержит даже легкого нажима. Да ладно, достаточно вспомнить, как пару лет назад рыночная капитализация корпорации Apple на бирже Nasdaq достигла 2 триллионов долларов, превысив ВВП России, который на тот момент составлял примерно 1,6 триллиона. Много было тогда желающих посмеяться на данную тему и показать пальцем на Кремль, дескать, куда вам с вашими никому не нужными хоть нефтью, хоть газом в солидное общество. Однако удивительное дело, тотальные антироссийские санкции, объявленные Западом, вдруг привели к странному эффекту. В Европе и Америке резко подскочили цены на все, начиная от топлива и заканчивая продуктами питания. И вот вам еще одна картина Репина не ждали. Фактически можно сказать, что Россия погрузила Западный мир в небывалый кризис со времен Великой депрессии. Федеральная резервная система Атланты снизила прогноз роста ВВП США на второй квартал до ноля. А поскольку в первом квартале было падение, то падение второй квартал подряд означает начало рецессии в крупнейшей западной экономике. И на самом деле падает все. С декабря 2021 к 13 июня 2022 было утилизировано 13 триллионов капитализации фондового рынка США. Можно сказать, вспоминая про якобы двухпроцентную экономику России, наказали Москву раз 6 подряд. Но на самом деле, пока Газпром стоит и не шелохнется, Netflix, тот который типа ушел из страны без пармезана, потерял 70% капитализации, PayPal 60%, Facebook 48%, Nvidia 44%, Tesla 43%, Bitcoin рухнул на 38% и дна не видно, Amazon – 36%, та самая Apple пока в минусе на 25%, а также замыкают десятку лидеров, Microsoft – 23% и Google – 24%. А тем временем российская валюта укрепляется и укрепляется, несмотря на все уже настоящие и серьезные попытки властей остановить эту тенденцию. И вице-премьер России Александр Новак рассказал, что в 2021 году Европа заплатила за энергоресурс 350-400 миллиардов евро, а в этом году из-за санкций она переплатит еще 400 миллиардов. Согласитесь, неплохо так Путина наказали. Однако самое главное, даже это явно не конец истории. Дорогие друзья, в связи с отменой монетизации Ютуба в России, вы теперь наша единственная надежда, что канал будет работать и дальше. Над проектом «Не конец истории» работают живые люди, которым нужна ваша поддержка. Всего лишь раз в месяц 50 рублей, а можно даже 100, позволит нам продолжать работать для вас, потому что нам это очень нравится, надеемся и вам тоже. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Заранее огромное спасибо. Вместе победим!